Добрый день! С вами я, Ирина Щепоткина. Сегодня будем делать урок «Красивая надпись на прозрачном фоне». Итак, начнем. Открыли Photoshop. Вызываем окно «Слои». Если оно не открыто. Нажимаем окно «Слои» или горячая клавиша F7. Затем создаем новый документ. Для начала выберем фон белый. Размер документа 550 на 200. Размер можете выбирать любой. 550 – ширина оптимальная для надписи. И высота тоже. Жмем «Ок». Вот у нас документ. Снимаем замочек с фона. Два раза кликнув мышкой. Или перетащив замочек в кардинку. Затем берем инструмент «Текст». Вот буковка «Т» на боковой панели. Выбираем «Горизонтальный текст». Немножко тормозит у меня текст. Вот у нас выбор. Выбираю сразу размер побольше. Ставлю 30. Цвет пока поставлю более контрастный. Чёрный я поставлю цвет текста. И пишем наш «Текст». Доброе утро. Написаю «Текст». Затем нам нужно изменить шрифт текста. И поменяю немного размер. Для начала вот так поставлю. Чтобы переместить текст, кликаем на стрелочку перемещения. Вот поставлю я его на середине. Затем опять кликаем буковку «Т». И вот так аккуратно ставим курсор мышки в начале нашего текста. Чтобы нам поменять шрифт, выделяю текст, как при копировании, зажав левой кнопочкой мыши, выделили. И открываем панель у нас со шрифтами. Выбираем шрифт. Как видите, у нас могут некоторые шрифты не отображаться. Поэтому подыскиваем шрифт. Бывает такое в фотошопе. Подыскиваем шрифт, который будет у нас виден. Как именно это? Сейчас. Изменяю заменку. Бывает такое. Как видите, только знаки припинания отображаются. Ну, что ж такое никак. Подоправили шрифт. Наконец-то. Также можно сейчас увеличить еще размер шрифта. Вот поставлю 60. Можно поставить 72. Нажимаем на струне перемещения. Перемещаем шрифт. Вот такой у нас. Теперь мы можем... Нам нужен шрифт на прозрачный слой. Поэтому наш слой белый удаляем. Нажав на корзиночку. Отправляем его в кардингу. Вот у нас надпись на прозрачный слой. Теперь можно поменять цвет шрифта. Цвет шрифта можно поменять следующим образом. Или нажав на букву Т. Активировав свой текст. Выделяем его как при копировании. И вот здесь, в верхней панели. Видите, черный квадрат. У нас текст был черный. Нажимаем его. Вызываем палитру цветов. И выбираем. Вот, например, желтый цвет. Ок. Вот текст у нас желтый появился. Можно цвет текста изменить в параметрах наложения слоя. Идем в слои. Выбираем стиль слоя. И дальше наложение цвета. Вот здесь у нас в фотошопе у меня станет красный. Помолчим. Вот цвет у меня стал красный. Выберем дальнейший стиль слоя. Например, обводка. Обводка вот здесь у меня черная. Выберем, например, зеленую. Вот зеленую. Обводка здесь. Обводка. Вот снаружи. Внутри я делаю обводку. Из центра. То есть вы сами выбираете, какая у вас будет обводка. И также можно выбрать вот разный мир обводки. Это у нас большая снаружи идет обводка. Но обычно я оставляю, как по умолчанию в фотошопе стоит 3 пикселя. Режим наложения нормальный. Цвет. Можно выбрать тиснение. Тогда буковки такие будут. Поиграть с настройками. Вот у нас буковки. Как бы пластилиновые становятся. Игра. Вот двигаю я. Тиснение. Я выберу без тиснения. И обводку внутри. Три пикселя внутри обводка. Вот такой у меня текст. Можно выбрать наложение узора. Здесь вот разные узоры. Наложение цвета убирали. Наложение узора. Узоры можно найти в интернете. Скачать. Специальные узоры для фотошопа. Так называемый паттерн. Можно из любого фона сделать узор. Об этом будет другой урок. Вот такой узор можно применять. Видите? Вот такой разноцветный получился. Отменяем. Вот такой можно оставить. Окей. Вот такое доброе утро у нас. Сейчас я сделаю дубликат слоя. И покажу на втором слое наложение градиента. По умолчанию черного с белым градиентом. Вот открылось окошко наложения градиента. Нажимаем на него и выбираем градиенты, которые у нас имеются. Также градиенты можно скачать в фотошопе. В интернете можно свои сделать. Вот такой градиент. ОК выбрала. Настройки градиента. Угол расположения. Посмотрите, как... Сейчас я вот так поставлю. Посмотрите, я меняю угол. У меняется глазки. Стиль градиента. Из меня стоит изменение. Если я радиальный поставлю, вот таким образом будет. Угловой. По-другому уже будет наложение градиента. Зеркальный. То есть вы сами выбираете, какая вам настройка по душе. ОК. Ну, оставим вот такой градиент. Итак, первый у нас слое вот такое утро доброе. С наложением узора. Второй слой вот такой. Теперь давайте сделаем немного побольше наш текст. Объединю все сразу слои. Идем в редактирование. Не объединю, а выделю сразу свободное трансформирование. Немного я текста. Увеличила. Далее. Текст наш можно сделать немного изогнутым. Идем. В панель инструмента выбираем. Инструмент текст. Букву Т. Вот выделил этот текст как для написания. Здесь можете подредактировать. И затем в верхней панели. Вот здесь имеется, видите, такая дуга. И на дне значок. И на дне буковка Т. Нажимаем на него. И здесь у нас открывается инструмент деформировать текст. Выбираем стиль дугой. Вот нажала. Посмотрите, текст у меня изогнулся. Второй слой, который у нас с наложением узора. Видите, я его не трогала, не отключала. И видно, как у нас деформировался первый текст. Вот здесь у нас настройки. Так, нажму пока отмена. Отключу я нижний слой. Будем работать с верхней. Убираем дугой текст. Вот он у нас изогнулся. Это изгиб по горизонтали. Посмотрите, как меняются у нас буковки. Если мы будем изменять настройки по горизонтали. По вертикали искажения. Вот таким образом буковки меняются. Ну вот, давайте вот так я оставлю. Окей. Можно немного Потредактировать. Опять свободное трансформирование. Шильц зажимаю. И за уголок внутрь. Прощу. Применяем. Ctrl-T или Enter нажимаем. Применили трансформирование. Вот такой у нас текст. Ну, можно добавить к нему какой-нибудь клепат. Открываю папочку клепатом. Давайте какой-нибудь найдем цветочки. Открываем. А вот такого я, мальчишечку, вот у меня кайпа. Выбрала мальчика, открыл документ, нажимаем инструмент перемещение, вызываем и переносим, как видите у нас мальчик, клепарк с мальчиком большой, свободное трансформирование, делаем поменьше, а вот сюда я его поставлю. Вот такое у нас доброе утро. Ну а теперь можно, если нас все устраивает, можно подпись сделать, можно подпись не делать. Это уже как сами, на свое усмотрение. И сохраняем, если нам все нравится, сохранить для веб и устройств. Нажимаем, открывается вот такое окно сохранения. Здесь вот я уже показывала размеры, ширина 500 на 500, высота 200, то есть какой мы документ. Сохраняем в формате PNG24. Если у нас будет анимированная подпись, тогда будем сохранять в формате G. теперь жмем сохранить, даем название, выбираем папку, у меня папка изображения, сохраняется, сохраняем. Так, но у нас еще есть вторая надпись. Вот он, доброе утро. Добавляем. Другой клепард. Файл открыть. Найдем какой-нибудь цветочек. Вот веточку березовую. Клепард большой. Можно сразу уменьшить. У нас ширина нашего документа 550, а ширина нашего клепарда, посмотрите, 750. Поэтому я иду в изображение, размер изображения 733. Я поменяю размеры, беру ширину 133. Вот у нас уменьшился скрипард. Инструмент перемещения. Притаскиваю его сюда. Ну вот, у нас вот так веточка расположилась. Чтобы надпись нашу не закрывала мою веточку, слой с веточкой, посмотрите, я перемещаю под слой с текстом. Вот так вот нужно. Это уже насколько у вас фантазии хватает. Вот такое доброе утро. Сохраняем файл. Сохранить для веб-устройства. Жмем сохранить. Надпись 1. Формат PNG 24. ОК. Сохранили. Если мы будем в дальнейшем работать с этим документом, например, надпись оставим ту же, чтобы нам долго не возиться, выбирая шрифт, а можно поменять только лишь клепард, тогда сохраняем наш документ. Сохранить как в формате PSD. То есть это формат фотошопа, который сохраняется со всеми слоями, и потом мы сможем редактировать свой документ. Пишу надпись. Запомните, в какую папку у вас сохранился. Жмем сохранить. ОК. Все. На этом урок наш закончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Прошу прощения. Откроем. Давайте посмотрим нашу надпись. Сохраняем. Что у нас получилось? Ищем надпись. Ищем надпись. Вот он надпись. Вот он надпись. До свидания. До следующих уроков. Поехали. КОНОВНАЯ МЕЛОДИЯ СОЛНОВНАЯ МЕЛОДИЯ ГОВОРЯТ ПОЮТ. СОЛНОВНАЯ МЕЛОДИЯ